коллеги добрый день запускаю вебинарную комнату зовут меня Мария Нинашева я являюсь руководителем проектов по 1С также являюсь консультантом аналитиком действующим функциональным архитектором точно проектов участвую в разных ролях знаю многие практические моменты остро стоящие все с чем сталкивалась постараюсь с вами поделиться вот сегодня наше мероприятие проходит следующим образом мы с вами в течение часа общаемся основную часть вебинара я буду говорить свою основную программу рассказывать и постараюсь отвечать сразу на ваши вопросы которые вы будете задавать в чат чат пожалуйста вопросы задавайте не держите их до конца вебинара чтобы они у нас логично вписывались в наш с вами диалог но и то что мы не успеем разобрать вебинар мы с вами разберем уже в конце вебинара оставим на это время будем с вами смотреть вопросы из чата которые не разобраны если вдруг мы что-то не успеем разобрать на нашем вебинаре длительность у нас мероприятие 1 час а если мы что-то не успеваем разобрать то мы обязательно вопросы ответим ответим с рассылкой которую направим по результатам вебинара видео записи вебинар будет так что если вас выше бы выбило интернет отвалился что-то еще случилось ничего страшного запись потом посмотрите но хотя в записи вы не сможете задать вопрос то что есть вот модератор являюсь я вам поэтому я сразу не рассказывать показываю и сижу за чатом слежу за тем кто у нас тучится в комнату поэтому если вдруг я вас выбила вот эти зайти и сразу это не получается не отчаивайтесь я обязательно вас увижу и запущу презентация тоже будет направлена по результатам вебинара то есть вебинар пройдет вы получите рассылочку там будет запись там будет презентация там будут ответы на не отвеченные вопросы которые мы не успели разобрать и у каждого участника вебинара будет возможность с нами провести встречу конкретно по вашим вопросам то есть у каждого есть бесплатная встреча где мы можем проконсультировать именно по вашему кейсу посмотреть вашу именно программу и какая там ошибка проблема вопрос уже точечно потому что к сожалению не все мы может быть к счастью не все мы можем посмотреть и ответить на все вопросы в рамках вебинара поэтому отвечаем очно очень заочно как получится в любом формате как удобно отвечаем на вопросы проводим одну встречу так вроде бы у нас и подключились кто хотел видимо поэтому мы с вами идем по программе вебинара так мы с вами познакомились видео свое я сейчас отключу чтобы не занимать место на экране и мы с вами уже пойдем по основному нашему плану вебинара что мы сегодня будем рассматривать рассматривать мы сегодня будем виды процессов а так я не убедилась все ли меня слышат и все ли на связи в чат пока я тут вещаю пожалуйста поставьте плюсики если меня слышно видно и видно презентацию все алексей спасибо арина спасибо леонид спасибо вижу вижу плюсики ольга не знаю как прочитать деревянкин все вижу всех вижу идем тогда дальше сегодня мы смотрим виды процессов 1с документ оборот 3 и и смотрим с вами все процессы исполнения ознакомления рассмотрения согласования утверждения подписания так посмотрим для начала с какой конфигурации вы сталкивались какой работать либо работы потому что это очень важный момент на самом деле в двойке в тройке как будто бы совсем по-разному строится обработка документа как будто бы совсем разные процессы и действия непонятно как это все увязать поэтому напишите мне в какой вы конфигурации работали от этого двойка тройка у нас все есть давайте тогда в конфигурацию перейдем чтобы сразу посмотреть как у нас выглядит наша настройка видов документов и как выглядит настройка обработки действий бизнес-процессов в нашем нашей программе что важно в новой редакции в 3.0 у нас используется настройка обработки то есть работа с действиями прямо из видов документов то есть у нас есть вид документа есть у нас карточка настройки вида документа и в этой карточке прямо здесь настраивается его обработка то есть тот бизнес-процесс который тот жизненный цикл который будет проходить наш документ те кто работали в 2.1 знают что совсем по-другому у нас строится работа в документ обороте 2.1 там есть у нас маршрут бизнес-процесс обычные наши шаблоны бизнес-процессов здесь они в общем то тоже есть все то же самое есть но также добавилась у нас возможность настройки обработки из вида документов и настраиваем мы теперь отсюда то есть если вдруг вы хотите настроить таким же методом как документ оборот 2.1 в принципе это возможно но логика построена таким образом чтобы у нас была жесткая связка нашего бизнес-процесса и нашего вида документа чтобы нам не пришлось потом искать из всего списка настроенных нами шаблонов подходящий к нашему виду документ как это обычно был 2.1 мы занимались поисками мы там копались рылись искали где же у нас какой у нас бизнес-процесс шаблон бизнес-процесс подходит перезапускали бизнес-процесс они у нас постоянно путались ну я говорю из практики сопровождения таких систем то здесь все просто и понятно у нас есть вид документа есть настройка обработки казалось бы настройка обработки у нас выглядит каким-то другим образом то есть какие-то действия мы их подбираем из списка то есть мы можем создать новые действия далее мы правилах обработки видим эти действия и уже внутри и включаем этот мы видим все ту же самую картину то есть по сути на все то же самое действие все тот же самый бизнес-процесс только он зашит получается вот этот сам сама функциональность бизнес-процесса она у нас находится как бы под капотом теперь есть у нас есть такой визуал который связывает наш вид документа закладывается в вид документа но внутри у нас все то же самое все те же самые действия те же самые бизнес-процессы то есть там у нас были бизнес-процессы они связывались настройками а здесь они у нас прям зашиты вид документа а так все то же самое все то же самое согласование исполнение ознакомление подписание утверждение регистрации все абсолютно то же самое вот это чтобы понимать то есть если мы с вами зайдем документы раскроем какой-либо документ то мы точно так же можем отправить и если у нас есть настроенный шаблон бизнес-процесса мы можем его здесь выбрать ну опять же если у нас есть настроенный то есть мы можем как и в 2.1 настроить отдельный шаблон бизнес-процесс так и использовать во вкладке обработка настройка обработки тот вариант который нам предлагает предлагает разработчики в редакции третьей причем мы можем настраивать как пользоваться правилами обработки которые мы с вами открывали у нас там целый вебинар посвящен но тут я считаю нужным данным текущим вебинаре тоже это объяснить что же такое у нас действие документ обороте третьим что же такое у нас процесс как таковой который у нас существовал и документ обороте 2.1 вот то есть мы можем видеть вот так вот и настраивать каждое наше действие а можем видеть мы форме схемы и также настраивать форме схема опять же если мы здесь работаем с нашей схемой то внутри каждого нашего объекта схемы элемента схемы у нас есть то же самое действие то есть вот это то же самое согласование которое мы настраиваем тот же самый бизнес-процесс а сейчас мы видим с вами сложный комплексный составной бизнес-процесс ведь где у нас есть согласование исполнение ознакомление описание утверждение регистрация вот сегодня мы с вами будем рассматривать каждый процесс в отдельности то есть что у нас для чего служит этот процесс какие есть особенности его настройки что туда нужно внести какой результат получается по итогам исполнения этого бизнес-процесса завершение это бизнес-процесса вот эти моменты мы будем с вами разбирать вот каждый каждый бизнес-процесс простой будет у нас также еще придет вебинар где мы будем потом еще комплексный бизнес-процесс разбирать особенности его настройки вот сейчас нам будем каждый каждый процесс под процесс вот этот вот разбирать Так, здесь есть ли у нас вопросы? Если вопросики есть, пожалуйста, в чат пишите, потому что вот это сразу иногда не укладывается у тех, кто у нас работал с документом оборотной B1. Так, вижу, что у нас есть люди не запущенные. Принимаю всех. Так, видите, я увлеклась и совсем своей программой смотрю на программы, не увидела людей, буду проверять. Так, еще раз напоминаю, что если вас отключило, если отвалились и приходите к нам снова на вебинар, не переживайте, я вас запущу. Ну, может придется чуть-чуть подождать, потому что я и модератор, и спикер могу не увидеть. Так, периодически буду просматривать наших гостей в вебинарной комнаты. Итак, мы проговорили с вами, что у нас есть документ оборот 3.0, новый функционал – это настройка обработки, где у нас есть действия, но внутри действия зашиты все те же самые процессы, как и в B2.1 были ранее. А теперь мы с вами вернемся к нашей презентации и будем разбирать поэтапно наши действия, что они у нас означают. Так, постараюсь немножко увеличить презентацию для того, чтобы ее было видно. Если вдруг что-то не видно, пишите, постараюсь показывать максимально, чтобы было комфортно. Итак, рассмотрим первый процесс исполнения. Процесс исполнения у нас используется для отправки файлов на исполнение одному или нескольким сотрудникам, для работы действия исполнения, либо в обработке документа, либо в обработке мероприятия. То есть здесь по этому действию у нас может быть не один исполнитель, может быть исполнителей несколько. На экране у нас изображена именно схема, где у нас может использоваться исполнитель. Мы с исполнением с вами сейчас посмотрели, что в документ обороте третьим у нас как строками можно настроить, так и схемой можно настроить. Вот здесь у нас на экране приведена схема в презентации, где у нас может такое использоваться. Какие у нас есть особенности исполнения, что у нас нужно здесь заполнить обязательно? Ну, во-первых, нужно заполнить наименование самого бизнес-процесса. Почему это требуется? У нас может быть в нашем далее комплексном уже большом бизнес-процессе может быть несколько действий по исполнению. И чтобы их между собой отличать, необходимо обязательно продумать, как вы будете называть свои бизнес-процессы, вот эти вот именно составляющие, простые бизнес-процессы. От этого зависит, как ваши пользователи потом будут понимать, что конкретно им следует сделать, как они будут отличать сразу визуально, какая задача им пришла. Поэтому при внедрении я стараюсь сразу согласовать максимально все формулировки, как у нас будет называться действие, как у нас будет называться конкретный бизнес-процесс. Ну, вот здесь мы видим «Предоставить актуальный список документов». Вот, и мы полностью формулируем, согласовываем с нашим функциональным заказчиком, как ему будет понятно сформулирован вот этот текст, наименование процесса, чтобы он понял, что конкретно ему максимально нужно сделать. При этом можно указать описание нашей задачи, то есть расписать более подробно, что требуется от нашего исполнителя задачи. Важно понимать, что у нас исполнителей задачи может быть много, и нужна такая формулировка, которая у нас будет понятна всем и будет универсальная для всех. Кому может быть направлена задача на исполнение? Задача на исполнение может быть направлена не только конечному конкретному пользователю. Задача на исполнение можете держать конкретных пользователей, можете держать роли, ну и содержать какую-либо маршрутизацию. Вот роли, как рекомендуется вообще строить получателей задачи, указывать получателей задачи. При внедрении бывает, что сами внедряют компании документы оборот, не особо сильно много внимания на этом заостряет. Бывает, что сталкиваемся и команды какие-либо внедряли, то есть это интеграторы, которые занимались внедрением заказчика документа оборота, но при этом не учли, что направлять задачи, маршрутизацию задач лучше ставить на роли, а не на конкретных. По фамильной исполнителя. И в чем тут разница? Если мы в сам бизнес-процесс зашиваем прямо данные пользователя, сотрудника конкретного, то при его увольнении, либо перемещении с должности на должность, при условии, что у нас данный документ, допустим, поменялись какие-то внутренние рекламенты, и у нас сотрудник другой должен собрать. Данный бизнес-процесс при этом роль сохраняется. Допустим, раньше от экономического отдела один сотрудник согласовывал, а теперь другой сотрудник должен согласовывать. Если мы будем назначать бизнес-процесс конкретных сотрудников по фамильной, то нам придется опять заходить в сам бизнес-процесс, перекапывать его, перенастраивать. И это и трудозатратно, и может вызвать ошибки, то есть это нужно будет погружаться и менять логику наших бизнес-процессов. Для того, чтобы это не происходило, нам необходимо назначать на роли нашу маршрутизацию бизнес-процессов, маршрутизацию задач на исполнение. Это будет универсальный инструмент, то есть когда у вас человек уволился, пришел новый, либо человек перевелся из одного подразделения в другое, и данный документ он уже данную задачу не выполняет, то мы можем просто переназначить роль на нового человека, а со старого его снять. Вот поэтому очень важно. Еще очень важно описывать все роли и понимать, кого и почему вы туда назначили. Вести историю назначения, вести какую-то определенную логику назначения, потому что зачастую бывает приходишь на сопровождение или на какую-то задачу, в готовый уже документ обороты, открываешь и не понимаешь, что же там происходит. Там 50 ролей, из них используется в маршрутах 12, для чего были заведены все остальные, вообще ничего не понятно, все поперепутанные, кто куда назначен. И начинается разбор полетов, что, кто, когда, для чего делал, это трудозатратно, это дорого заказчику, поэтому лучше пусть у вас этим занимается один человек на предприятии, и он несет полностью всю ответственность за это. Вижу вопрос, как посмотреть, какая роль у нас участвует. Давайте немножко сейчас погрузимся, вернемся в нашу систему 11 документа обороты 3.0 и посмотрим, что у нас здесь, как это все выглядит. Вот наше исполнение. Исполнение выглядит вот таким вот образом. То есть мы назначаем исполнителем нашего сотрудника. Мы можем выбрать конкретного сотрудника. Вот мы видим, допустим, из подразделения дирекция. Мы выбираем... У нас в демонстрационной базе такая разветвленная схема. Выбираем Николаева. Это первый вариант. Либо мы понимаем, что нам не нужен Николаев конкретно, он может уволиться. И мы берем роли исполнителей. Берем, допустим, секретаря. Вот теперь у нас назначен секретарь. Мы его сюда сохранили. Он у нас уже в настройке действия исполнения назначится. И у нас есть с вами справочник. Роли исполнителей. Мы смотрим, кто у нас назначен на роль секретаря. Фролова Елена Михайловна. Вот, если у нас Фролова Елена Михайловна перешла в другое подразделение и перестала быть секретарем, то мы можем ее отсюда удалить и добавить сюда кого-то еще из сотрудников. Причем, если мы сюда добавляем нескольких сотрудников, допустим, у нас такая ситуация, что у нас несколько секретарей, и кто первый взял данную задачу на исполнение, тот ее и выполнил. Вот, в таком случае мы можем добавить сюда несколько человек. Задача будет падать на роль. То есть, видеть ее будет несколько человек. Вот, кто ее первый выполнил, все, задача становится выполненной. Она уходит из задачи для всех сотрудников, кто у нас назначен на данную роль. Вот, таким образом, правильно у нас на роли исполнителя и назначать задачи. Есть у нас еще инструментов установка, где мы можем выбрать по какой-то определенной логике. Допустим, адресаты документа, руководителя, начальника там какого-то конкретного подразделения, непосредственный руководитель ответственный у нас документ. То есть, есть скрипты, в которые заложена логика, куда мы направляем систему не на конкретную роль, не на конкретного пользователя смотрит, а смотрит на определенную ячейку системы, на определенную логику системы и берет оттуда значение. Это тоже правильная ситуация, потому что, как бы мы ни меняли самих сотрудников, структура организационная у нас меняется, а логика бизнес-процесс у нас остается. Вот, и это правильный вариант развития событий, когда нам минимум нужно редактировать. Также мы можем строить нашу маршрутизацию, всем сразу задача падает по очереди, либо смешанно параллельно последовательное исполнение, то есть мы можем последовательное исполнение тоже назначить. Это обязательно требуется, чтобы система понимала, кому, когда задачи отправлять. Вот, так, далее, про настройку мы поговорили. Посмотрим про возврат задачи на доработку исполнения. То есть, сам результат выполнения задачи у нас, то, что она исполнена. То есть, исполнитель исполнил задачу, указал, что задача исполнена, и нашему проверяющему приходит задача на проверку исполнения. Если постановщику не удовлетворил результат исполнения задачи, то он может вернуть ее на второй круг обработки, и исполнение может у нас пройти повторно. То есть, у нас возвращается задача на доработку, бизнес-процесс дальше у нас не идет. Еще раз, исполнитель исполняет задачу, отжимает кнопочку «Исполнено», и снова задача у нас идет на проверку нашим проверяющим. Процесс, сам вот этот наш простой процесс исполнения, он считается завершенным только после того, как все исполнители выполнили свои задачи. И дополнительно к тому, что не просто выполнили задачи, а проверяющий подтвердил выполнение. Пока у нас проверяющий не подтвердил выполнение задачи, бизнес-процесс у нас наш не заканчивается, и дальше на следующие действия, на следующий процесс не переходит. Если мы возвращаем задачу на выполнение, на исполнение, то в истории у нас сохраняется, какой был результат, что у нас была задача возвращена, ну, исполнена, что она была возвращена на исполнение проверяющим, и комментарии, что у нас случилось с этой задачей, комментариям исполнителя. То есть заканчивается у нас бизнес-процесс, только когда у нас проверяющий подтвердил выполнение задачи. Это важно понимать. Далее переходим к процессу ознакомления. Процесс у нас используется для ознакомления пользователей с файлами, когда у нас, например, это может использоваться, это действие, этот процесс. Этот процесс может у нас использоваться, когда, допустим, у нас есть документ какой-то, ну, допустим, приказ по предприятию. Мы можем направить на ознакомление пользователю либо группе пользователей для того, чтобы они у нас точно ознакомились, поставили отметку о том, что они с этим документом ознакомились. Это очень удобный инструмент, так как обычно отправляют по электронной почте и не понимают, кто прочитал, кто не прочитал, у кого в спам попал. Вот, причем важный момент, что зачастую, вот мы с вами посмотрели в системе, там у нас линейная схема была, зачастую вот это ознакомление, процесс ознакомления требуется сделать так, чтобы он был параллельный, чтобы он остальной процесс у нас не тормозил, вот, чтобы сэкономить время, потому что бывает, что нам нужно ознакомить с документом целую перечень людей, большое количество, это занимает время, пока каждый кнопочку отожмет, чтобы у нас все остальное процесс не стопорился, мы можем с помощью схемы ее запараллилить. Мы с вами смотрели, что у нас наш бизнес-процесс, сейчас мы вернемся, он у нас, если мы настраиваем списком нашу обработку документов, мы настраиваем подряд все наши действия, которые внутри заложены под капотом процессы. Если мы хотим менять очередность выполнения, скорректировать, то нам нужно зайти в нашу схему и произвести изменения, то есть мы можем, допустим, поставить наше согласование, оно будет у нас параллельно. Должим разделение добавить. У нас будет идти по одной ветке согласования и завершаться оно у нас будет, допустим, в конце. Я сейчас напокажу, как выглядит это разделение, когда нам нужно разделить. Это не значит, что ваша схема будет выглядеть именно так. Наш документ, наоборот, мы нужно приспособиться. Вот так. То есть примерно вот таким образом мы можем распараллелить наше согласование или какое-либо ознакомление. Также добавить сюда. Сейчас свет делает именно с ознакомлением. Так, согласование вернем обратно. В общем, работаем с конструктором, с нашим, как хотим, как нам удобно. Вот так. Не то действие поставил параллельно. У нас получается вот такая уже схема. То есть внутри той обработки, которую мы с вами сделали, просто так сделали действиями, здесь мы можем менять порядок наших действий уже с помощью схемы. Вот. Вот так. Ознакомление мы поставили параллельно. Вот. Записывать мы не будем. Вернемся к нашей презентации. О ознакомлению. Список исполнителей ознакомления, как я и говорила, у нас может содержать не только одного человека, может перечень сотрудников, может также роли содержать. И это правильно, когда у нас есть назначение именно на роли, как я уже об этом говорила, суть, чтобы у нас при увольнении сотрудников не было необходимости перенастраивать процесс. Сроки ознакомления у нас не являются обязательными, то есть мы можем их указывать, можем не указывать. это бизнес-процесс у вас запишется. Завершенным процесс считается только после того, как все адресаты выполняют задачи по команду ознакомиться. То есть здесь у нас уже нет проверяющего действия окончательного. Каждый, кто получил задачу, должен нажать свою кнопочку. И так как у нас большое количество, может быть, людей, сотрудников, кто должен ознакомиться с задачей, чтобы не тормозить, можно ее запараллить. Так, идем дальше. Процесс рассмотрения. Процесс используется у нас для передачи файлов на рассмотрение ответственному сотруднику также или роли, лучше назначать на роли, как всегда. При создании процесса рассмотрения автор может писать либо проект резолюции, чтобы ответственный уже понимал, что от него требуется и принимал решение при рассмотрении документа. Чем подробнее вы опишете, что требуется от вашего исполнителя, тем проще вам будет сопровождать потом систему. Потому что, когда у нас особенно большие бизнес-процессы и много всяких различных задач поступает, похожих визуально друг на друга, особенно, когда система только внедрена у пользователей, и так глаза в разные стороны разбегаются, а еще он не понимает сформулировки, что же от него требуется. он видит везде исполнить, рассмотреть, ознакомиться и совершенно не понимает вообще, что требуется, куда посмотреть, с чем ознакомиться и что рассмотреть. поэтому максимально подробно стоит описывать ему задачу, что конкретно ему требуется сделать. Так, здесь мы с вами посмотрели наименование исполнителя заполнить, сроки также у нас не являются обязательными. В принципе, установка сроков при внедрении, она не всегда понятна, какие должны быть сроки, не для всех задач у нас есть сроки, которые мы можем проставить. В процессе уже эксплуатации системы, в процессе работы с бизнес-процессом, с задачами, мы можем понять, какие у нас сроки корректны. Часто бывает, что теоретически на обследовании мы говорим о том, что ой, вот здесь эту задачу мы выполняем два дня, давайте поставим планово два дня. когда начинаем работать с бизнес-процессом, мы понимаем, что два дня это ой, как мало, что мы ничего не успеваем сделать за эти два дня, и у нас висит куча задач просрочки, все красное, это демотивирует сотрудник, давайте менять сроки. А бывает наоборот, мы понимаем, что мы там, ой, это пусть два дня, мало ли чего, здесь тоже два дня, здесь два дня, а когда в результате у нас большой комплексный процесс, он растягивается на месяце, и мы понимаем, что это очень долго, и давайте ускорять. Вот, поэтому сроки исполнения на старте можно не ставить, в принципе, они необязательны, но когда вы уже обкатали маршрут, то это не помешает для контроля исполнительской дисциплины, потому что, если у нас сроки не прописаны, соответственно, вы не можете посмотреть, какие задачи просрочены, их нет, в принципе, такого понятия, как просроченная задача, если вы срок не ставите, ну и, соответственно, плакал наш контроль исполнительской дисциплины, тут уже ее просто нет, поэтому все-таки сроки рано или поздно нужно проставить. Далее, наверное, самый интересный процесс, это процесс согласования, этот процесс используется у нас для согласования с ответственными лицами файлов, процесс согласования, он, наверное, самый сложный и самый объемный при внедрениях, то есть, здесь у нас есть ряд исполнителей по данному процессу, по согласованию, и здесь важно понимать всю логику маршетизации, от каких реквизитов у нас зависит, кто у нас согласует документ, то есть, все ветки согласования, каким условием разделить, по какой логике маршрутизацию назначить, вот, поэтому здесь очень важно для настройки этого этапа полностью иметь описание нашего бизнес-процесса подробное и подробное описание всех реквизитов документа. При подготовке обычно к, так, периодически проверяю, подключающихся, если вас выбило, то обратите внимание, что я это не постоянно делаю, то есть, периодически просматриваю. Может быть, если выбило, подождете, придется подождать. Так, перед тем, как настраивать согласование, ну и вообще, в принципе, перед тем, как приступать к настройке процессов, нам необходимо собрать полностью всю информацию, как у нас будет проходить процесс, у нас будет проходить согласование данного конкретного документа, какие у нас есть ветки согласования, какие важные реквизиты, при каких условиях у нас идет туда, либо туда. Достаточно ли у нас в карточке документа информации, чтобы маршрутизировать наше согласование так, как нам нужно. то есть согласование это обычно 80% настройки всего маршрута бизнес-процесса. Согласование у нас перейдем к следующему слайду. У нас есть также три варианта маршрутизации, кому у нас направляются задачи, в какую последовательность сразу, по очереди, либо смешанно. процесс, кстати, также можно создавать непосредственно из карточки документа. Мы с вами смотрели кнопочку отправить и также можно прямо оттуда создать бизнес-процесс и его либо готовы уже использовать, можно прямо создать. Допустим, если нам нужно одного согласующего добавить в согласование документа, мы можем одну задачу отправить прямо из документа. Точно так же, как и в остальных наших процессах, здесь можно использовать не только согласующее лицо, фамилия, имя, отчество сотрудника, но также можно указывать роли и автоподстановки. Вот, в системе посмотрим наше согласование, как оно у нас выглядит. Здесь у нас идут согласующие лица, мы можем с вами добавлять участников, то есть это единичные конкретные либо роли, либо пользователи, либо установки. Также мы можем добавлять этапы. Что такое этап? Вот у нас допустим директор и главный бухгалтер, они должны сразу вдвоем получить задачу и последовательность порядка согласования у них сразу. А далее у нас допустим идут последовательно один, второй, третий пользователь должны последовательно получить. Мы добавляем участников. Давайте роль будет быстрее. регистратор дом. Тут не имеет значения кого мы добавляем, главное показать последовательность, поэтому я просто произвольные роли подставляю и мы делаем один с другим. У нас получилась такая смешанная настройка, что одна группа согласующих у нас сразу одновременно согласовывает, а другая группа у нас одна с другим. И далее мы указываем должен ли кто-то у нас ознакомиться с результатом согласования. Далее что у нас тут есть? У нас есть возможность установить разрешение менять участников этапа, то есть для документа оборота третьем у нас есть возможность у пользователей когда запускаем бизнес процесс уже в настроенном шаблоне изменять наших участников, то есть добавить каких-либо согласующих. Вот тут мы эту настройку устанавливаем и говорим запрещено, разрешено или разрешено, если не задано в настройках. У нас три варианта. Далее у нас есть возможность выбрать условия маршрутизации. Кстати вот условия здесь у нас момент оборота третьим алгоритмом проверки. Это один большой справочник мы можем использовать в разных местах системы все одни и те же логические наши скрипты. То есть справочник является универсальным, мы наполняем его различными скриптами и далее уже можем использовать. Вот далее у нас есть настройки, когда мы разворачиваем до конкретных сотрудников, то есть когда у нас данные сотрудники подставляются при заполнении обработки, при запуске в обработку документа перед началом выполнения действия, где это важно. Допустим у нас есть бизнес процесс, который ему предшествует допустим задача какому-нибудь главный юрист допустим должен назначить своего сотрудника, который будет ответственным за проверку документа и тогда уже мы в задаче согласования можем подставить этого сотрудника, то есть у нас есть реквизит ответственный по документу юрист, приходит сначала задача главному юристу, он назначает в реквизитах значение устанавливает ответственного юриста по данному документу, все, главный юрист задачу выполнил, он назначил ответственного и ушел из этого документа, он уже ничего не делает, вот, а в документе появляется реквизит ответственный юрист, и он же уже появился, когда у нас обработка мечта, когда бизнес процесс идет, вот в этом случае, когда это значение в системе появляется, когда бизнес процесс уже стартовал, нам важно выбрать такую настроечку перед началом выполнения действия, то есть ранее этот реквизит не был заполнен, а когда у нас предыдущее действие прошло, мы можем заполнить для нашего текущего действия значение исполнителя, то мы ставим вот такую настройку, тут же мы можем для всего процесса поменять значение, менять участников, то есть разрешено, если задана настройка запрещено или разрешено, отложенное начало можем установить, формирование визы, согласование в режиме замечаний, вот эту функцию согласования в режиме замечаний мы будем разбирать на отдельном вебинаре, планирован его, наверное, на январь уже, вот, январь или февраль, это такая большая тема, это новый функционал документа оборота 3.0, тогда мы можем согласовывать как в борде, то есть одновременно с нашим документом, одновременно в нашем документе работает сразу несколько пользователей, несколько согласующих, а они как в борде могут в режиме рецензирования указывать свои замечания, потом наш автор сразу открывает все замечания, их обрабатывает и формирует итоговый документ, эта функция очень важная, очень полезная, мы ее ранее в двойке дорабатывали не один раз, что-то подобное, поэтому это очень даже такая полезная функция. Так, посмотрели правила обработки, идем дальше, согласование, так, в рамках процесса согласования согласующие лица могут принять одно из предусмотренных решений, согласованы с замечаниями или не согласованы, согласованы с замечаниями это по сути для системы то же самое, что и согласованы, то есть в жизни документа, для жизненного цикла документа согласованы и согласованы с замечаниями это одно и то же, идет у нас дальше бизнес-процесс, если не согласованы, то у нас уходит нашему нашему автору обратно документы и при ознакомлении, что у нас не согласован документ. И либо запускается на второй круг согласования, либо у нас завершается сам бизнес-процесс. Тут уже зависит от того, что у нас дальше с документом должно произойти, какое решение у нас принял сотрудник, который ознакомился с результатом согласования. Как раз здесь у нас про результат согласования на слайде указано, мы с вами это уже проговорили. Также мы можем распечатать лист согласования из нашего действия, из процесса согласования. Если у нас были итерации, вторая, третья, несколько итераций было согласования, мы можем посмотреть лист согласования с историей, можем посмотреть лист согласования просто, который у нас итоговый. Это у нас форма отчетов, в которой мы, получается, формируем из системы. Дальше у нас уже не такие сложные процессы. Процесс утверждения используется у нас для утверждения файлов. Также в нем нужно до старта обязательно запомнить наименование и исполнителя по данному процессу. Так он выглядит у нас на схеме. Схему мы с вами уже, пример, смотрели. Документ оборот третий. Сроки утверждения также у нас являются необязательными для заполнения, но лучше их поставлять, как мы с вами говорили, чтобы мы могли отслеживать исполнительскую дисциплину. Здесь у нас результат может являться одной из двух предусмотренных решений. Это утверждено, либо не утверждено. В зависимости от этого у нас дальнейшая судьба нашего бизнес-процесса решается. Идет у нас дальше и нет. Наш бизнес-процесс. Но, опять же, условиями мы можем в схеме определить алгоритмы и дальнейшего поведения системы. Так, если... Да, важный момент. У нас, если все участники, которые утверждали, все участники задачи, утверждения, завышают... Все успешно утвердили, то процесс у нас завышается сразу. если результат отрицательный, только после того, как у нас автор ознакомится с результатом утверждения. Ну, либо тот, да, роль, которая у нас установлена для получения задачи на ознакомление с результатом утверждения. Если у нас утверждение не пройдено, не успешно, то мы можем повторно отправить документ на утверждение. Для этого есть соответствующая команда у нас повторить утверждение. И она у нас существует, эта команда появляется в виде кнопочки, только если у нас документ не утвержден. Если документ утвержден, то мы ее не увидим. Далее. Процесс подписания. Процесс используется для подписания файлов. Перед стартом этого процесса нужно обязательно запомнить наименование и исполнитель по данным документам. Если указан предмет, то становится доступным флажок подписывать электронной подписью. Ну, соответственно, должна быть настройка для подписи электронной подписью для пользователей. То есть не все используют электронно-цифровые подписи в электронном документе обороте настройку. Обычно используют, оставляют только использование простой электронной подписи. То есть вообще, когда вы только заходите в документ оборот и поставили свой логин, пароль, то это уже означает, что вы авторизовались. Это подтверждение простой электронной подписи. Это как на почту. Когда вы приходите и говорите код авторизации и подписываете, указываете свою электронную подпись, подписываете при получении письма, то же самое в документ обороте. То есть вы занесли логин, пароль, все, это ваша простая электронная подпись. Вот. Если вы используете усиленную подпись, то тут уже требуется дополнительная настройка. Сроки подписания не являются у нас в этой задаче обязательной. И у нас результатом выполнения этой задачи могут служить два варианта, либо писать, либо отклонить. То есть мы видим, что у каждого процесса свои итоги. Завершается процесс в каждом случае своим результатом. И дальнейшая судьба нашего общего бизнес-процесса, если он сложный, если он комплексный, тоже у нас зависит от того, как у нас завершается предыдущая задача. Если все участники у нас выполнили свои задачи с положительным результатом, то процесс у нас сразу автоматно завершается. И автор получает задачу ознакомиться с результатом подписания. Но уже она не будет влиять на выполнение процесса. То есть процесс у нас уже выполнен. Если у нас результат по задаче в принципе был отрицательный, то у нас процесс завершается только после того, как у нас наш автор получил и выполнил задачу ознакомиться с результатом подписания. Если подписание прошло неудачно, то у нас автор может повторить подписание. дед кнопка у нас тоже команда для отправки на повторное подписание. Она будет появляться в карточке только в том случае, если документ у нас не подписан. Также у нас есть с вами действие регистрации. Мы его сейчас с вами рассмотрим. Что у нас здесь требуется? У нас требуется указать, кто у нас регистратор будет регистрировать. И нас можно установить для задачи на ознакомление с результатом на регистрации. Это не обязательно. Сроки у нас тоже указываются не обязательно. Также у нас для регистрации участок и кейс, когда регистрация требуется автоматическая. Важный момент, что регистрация обычно проходит для документа. если это у нас какой-то входящий документ, то мы его сразу можем зарегистрировать. То есть сама задача, сама суть процесса регистрации это присвоение документу регистрационного номера и даты. После присвоения регистрационного номера и даты по методологии документа оборота но сам документ менять уже не может. Все. То есть он неизменный остается дальше документ, реквизиты значимые, мы менять не можем. Вот для входящих писем регистрацию у нас обычно происходит, когда мы получили и сразу зарегистрировали. Если это какой-то внутренний документ, где мы его сначала согласовываем, то регистрацию мы делаем после согласования документа, когда у нас уже идет есть итоговый вариант документа, мы его менять уже не будем. По той причине, что по логике можно определить момент, когда у нас следует зарегистрировать документы, в принципе, это достаточно универсальная операция, то можно его сделать автоматическим, сделать автоматическую регистрацию. Такая практика у нас часто используется, но очень важно определить, в каком месте бизнес-процесса у нас будет регистрация документа и не ошибиться. Вот также у нас есть возможность ввести временные номера для видов документов, тоже особенность документа оборота третьего, то есть когда мы только создаем карточку документа, но еще не произвели ее регистрацию, нам для определения, для идентификации в системе этого документа нужно присвоить временный номер. Есть возможность настройки таких временных номеров, когда произошла процедура согласования, мы регистрируем и производим полноценную процедуру регистрации. Так, мы с вами рассмотрели все наши процессы, которые у нас есть в документ оборот 3.0, определили, что бизнес-процессы, процессы у нас все те же самые, все те же самые, как и 2.1, для тех, кто у нас пользовался 2.1, только они теперь у нас зашиты под капот нашей обработки документа и настраиваем мы их теперь прямо в виде документа. Можем также пользоваться схемой. Каждый процесс, каждый простой процесс у нас имеет свои особенности. Из особенностей можно выделить задачу, которые решает процесс, особенности настройки и ознакомления с результатами, а также сами результаты по процессу они у нас индивидуально для каждого процесса существуют и каждый выполняет свою функцию. На текущий момент я не вижу в чате вопросов. если вопросы есть, вы можете их еще написать письмами в рассылке, мы на эти вопросы ответим. По результату нашего сегодняшнего вебинара вам придет рассылка, где будет запись вебинара, где будет презентация, где будут, если у нас придут еще какие-то вопросики, то ответ на вопрос. Следите за нашими следующими вебинарами. У нас предстоит серия вебинаров по 1С архив, интеграции с 1С архив в январе и также еще будем делать вебинары на тему более тонкой уже настройки, более практические по согласованию режима замечаний, по настройке обработки, по условиям маршрутизации, то есть такие уже более технические моменты интересные из практики, с которыми мы столкнулись. Но сегодня я благодарю вас за внимание, за участие, за вопросы и хорошего вам дня с наступающими выходными и наступающими праздниками. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова